И почему вот это здание вдруг впало в немилость, хотя оно на самом деле является в точности таким же, как здание Юнкерского, которое будет Суворовским. Сам снос этого здания повлечет за собой гигантские расходы и большой период времени займет. Это не так просто делается. Судьба военного училища тесно переплетается с историей всего Иркутска. Между тем, сегодня здание, которое выпускало защитника Отечества, находится в неприглядном состоянии. Да, это парадоксально. Посмотрите, вот замечательный очень Иркутский перекресток, три угла в полном порядке. И вдруг военное здание, здание, которое принадлежит военным, находится в таком состоянии. А между тем, у него история уже больше, чем 220 лет. Это здание было и частным особняком, и госпиталем было. А потом вот оно несколько десятилетий выпускало юнкеров. Иркутское юнкерское училище оканчивал мой прадед Алексей Евгеньевич. Здание на первое советское юнкерское училище будет реконструироваться, реставрироваться и превращаться в Суворовское училище. Мне кажется, что эти процессы вот синхронно должны происходить, потому что десятилетиями юнкеров выпускали здесь. И было бы красиво и правильно все это сделать практически одновременно. С Иркутского юнкерского впоследствии военного училища началась история Ивоеву. Почему многочисленные иркутские здания военного ведомства разрушаются? Наверное, военное ведомство и должно объяснить, почему так. Почему юнкерское на Троицкой улице, ныне Пятой армии, в таком состоянии? И почему вот это здание вдруг впало в немилость? Хотя оно на самом деле является в точности таким же, как здание юнкерского, которое будет Суворовским. Почему это здание нельзя так же отреставрировать? Потому что вот эта территория, она пропитана великой историей, извините за пафос, но история нашей страны, она действительно великая. И надо с ней соответствующим образом обращаться с уважением, с преемственностью. Мы сейчас находимся у бывшего кадетского корпуса. Его судьба висит на волоске. Как это здание можно использовать в будущем? Ну, действительно, из-за вот этой вот неправильной процедуры, когда здание оказалось не в списке памятника, то есть фактически с него снята защита. Сам снос этого здания повлечет за собой гигантские расходы и большой период времени займет. Это не так просто делается. Здесь рядом будет крупный жилой массив, ему нужна общая образовательная школа. Вот она стоит, фундаменты, каркасные конструкции, большая очень площадь здания, шеобразная. Можно эту школу при необходимости довести до какой-то очень большой вместимости или какую-то сделать специализированную школу с дополнительными бассейнами и так далее. Тут все просто элементарно достраивается, пристраивается, расширяется. Смотрите, какие стены. Толстые, крепкие, целые. Да, крыши местами отсутствуют. Надо быстрее ее накрывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова